Всем привет! Вы на канале Анги, меня зовут Аня, за камерой Гоша, и это новый обзор оперы. Сегодня у нас на очереди князь Игорь Бородина, и прежде чем мы приступим к делу, напоминаю, что у нас есть телеграм-каналы. Канал Гоша, где выкладываются всякие инсайды с канала Страдивали, да и в принципе там весело. И канал Анги, доступ к которому вы можете получить по подписке в Бусти. Ссылка на Бусти тоже есть в описании канала, там всякие инсайды, дальнейшие планы на съемки и все остальное. А еще у нас есть своего рода голосование, голосовать можно рублем, и как только набирается нужная сумма, мы снимаем обзор на ту оперу, которая победила в голосовании. Итак, Александр Порфиревич Бородин, опера «Князь Игорь». Начнем с основы любой оперы, это либретто. Либретто писал сам Бородин с помощью Стасова. Ну, понимаете, Стасов, куда он в могучей кучке, он со всеми, везде совал свой нос, как говорится. Если разбираться в авторстве музыки, то можно обнаружить, что в принципе там и не Бородин-то писал. Ну, естественно, все музыкальные теоретики говорят, что не-не-не, там музыки Бородина очень много, и это действительно так есть. Я не хочу спорить с теоретиками, это может плохо закончиться. Но, например, даже начнем с Увертюры. Увертюру писал Глазунов, просто по памяти. Он слышал, что ему Бородин много раз играл на фортепьяно, даже не в оркестре. Ее нигде не было, она не была записана. И после смерти Бородина Глазунов вот так вот ее восстановил и оркестровал. То есть, ну, как бы, да, Бородин. Помимо Глазунова там еще был римский Корсаков, который вообще все за всеми любил дописывать, правильно? Лядов, ты практически вся могучая кучка. Потому что Бородин умер и не успел дописать. В основу сюжета взято слово о полку Игореве. Наверняка многие читали в школе или не читали, но хотя бы слышали об этом. Итак, разберемся с действующими лицами. Начнем с самого главного. Игорь, баритон. Ярославна, его жена. И второго брака, сопрано. Сын от первого брака, Владимир Игоревич. Владимир Ярославич, князь Галецкий, он же брат княгини, высокий бас. Так что тут половецких ханы? Кончак, самый главный там, бас. Гзак, у него вообще никаких речей нет. Его дочка, дочка Кончака, Кончиковна. Она контральта. Аблур, крещённый половчанин, который тенор. Дальше идут вот эти вот всякие гудошники, гудочники, гудочники. Они же скоморохи, скула, бас, ерошк, тенор. Няня Ярославная иногда будет появляться, сопрано. И половецкая девушка тоже сопрано. Но это неважно. Опера состоит из четырёх действий с прологом. И открывает это всё овертюра. В овертюре идёт противопоставление русских и половецких образов. Собственно, то, о чём вся опера и будет. Итак, пролог. Всё это происходит в городе Путивль. Это русский город. И князь Игорь на площади. Много народу, очень много. Просто как давка в метро в час пик. И все славят этого Игоря. Поют ему «Солнце красному слава». Самый известный хор наверняка все слышали. И вот Игорю спокойно не жилось. Но он решил этим половцам пендели дать. Для разгона так это. Шапендель. Вдруг в глазах потемнело. А это оказывается солнечное затмение. Не только у Игоря, у всех потемнело. Между прочим, это действительно официально задокументированное солнечное затмение. Которое состоялось 1 мая 1185 года. И естественно, в этой темноте. Она же не просто так. Это же темнота с небес спустилась. И вот эти вот люди, малообразованный народ, решил, что это плохое знамение, Игорь. Не надо никуда ходить. Сядь уже сама вынесу этот мусор. Но Игорь, как настоящий мужик, сказал, сделал. И всё. И никто его не смог договорить. А два скомаруха, Скулая и Ерошка, решили, что что они там со своими гуслями и дудочками будут на войне-то делать. Испугались, убежали к Галецкому. Там и сытая, и пьяная. В общем, прекрасная жизнь. Опять звучит хор. Снова солнцу красному слава. Но уже прям мощно. Идём дальше. Действие первое. Картина первая. Двор Владимира Галецкого. Это брат Ярославный. Гуляет пьяный народ. Все выпивают. Веселятся. Ну и естественно, Скулая и Ерошка тоже здесь. Они же, собственно, сюда и бежали. И сам Галецкий тоже здесь. Поют свою известную арию «Только мне дождаться чести». Он рассказывает о том, как он хочет править Путивлю наконец-то. То есть Игорь ушёл воевать, а тот такой «О, его сейчас убьют и я займу его место». Дальше припигают какие-то девочки. Начинают жаловаться, что они не могут найти свою подругу. Её выкрали. В общем, бедняжка, она, помогите. На что Галецкий нагло заявляет, что вообще-то она у меня и не так уж ей голодно и плохо. И вообще, валите оттуда. Ну тут даже Скулая и Ерошка в шоке были. С чем пришли, с тем и ушли. И подумали, что а как бы Ярославна к этому отнеслась. Но пьяному народу вообще пофиг. И на Ярославну, и на Игоря им хорошо. Ярославна сидит одна в своей комнате. И к ней приходят те же самые девушки, которые были только что у Владимира. Ну и, собственно, пересказывают, что с ними произошло. Что вот они туда ходили, они жаловались, он не помог и выгнал их. А Ярославна, естественно, озадачена. И тут как раз приходит этот самый Владимир. И они начинают друг на друга орать. Владимир так интересно и заявляет, что он вообще поливать хотел и на Ярославну, и на Игоря. А Ярославна напоминает, что ты забыл? Я княгиня вообще-то тут. Я тут главная. Ну, тут Владимир понял, что он так немножечко попутал. И сказал, что ну ладно, ладно, успокойся уже, женщина. Отпущу я эту девочку, раз она тебе так важна. Ну, возьму другую. Казалось бы, одна проблема решена, Владимир уходит. Но тут приходят бояре, которые начинают петь мужайся, княгиня. И это немножечко настораживает. И правильно делает. Потому что они сообщают о том, что войско полностью разбито. Игорь с сыном в плену. И вообще все как-то не очень хорошо пошло. Ярославна падает без чувств. Бояре говорят, что они готовы защищать свой город до конца. Звучит набат, потому что враги уже близко. Ярославна из окна уже видит пожар. И на этой печальной ноте заканчивается первое действие. Действие второе. Половецкий стан. Девушки песнями, танцами развлекают дочку Хана, Кончаковну. Кончаковна влюблена в сына Игоря Владимира. Да, это второй Владимир в этой опере. Тот Владимир Галецкий, брат Ярославны. А это Владимир и их сын. Ну, в смысле, не Ярославна с тем Владимиром, а Ярославна и Игоря. Вот эта Кончаковна ходит, поет полную страсть и каватину. Потому что любовь-то вроде как, наверное, неразделенная. Он все-таки враг. Но при этом она напоила русских пленников. То есть она не видит смысла в этой войне. И вроде такая вот она вся добрая, томная, хорошая. И в этот же момент все то же самое происходит у Владимира. Который точно так же сохнет по этой несчастной Кончаковне. И вот они все никак не застыкуются. И, о чудо, они наконец-то состыковались и поют теперь дуэт полной любви. И вот такая вот вторая действия. И вот уже, собственно, здесь понятно, чем закончится судьба Владимира в третьем действии. Хотя это еще второе действие. Ну, мы уже примерно понимаем. Так вот, Игорь в этот момент, наоборот, страдает. Для него это ночь мучения. Он поет очень известную Арию. Ни сна, ни отдыха, измученной душе. К Игорю приходит Авлур. Это тоже половец, но он крещеный. И вообще он за Игоря, ну, короче, такой шпион половецкий. И он предлагает Игорю коней, все что угодно, беги, я тебя прикрою. Но Игорь, человек чести, он отказывается и говорит, что, ну, нет, я дал честное слово, как я могу бежать? Дурак. Наконец, с охоты приезжает тот самый Хан Кончак. И начинает у Игоря спрашивать, что он такой кислый вообще сидит. Ну, подумаешь, в плену. Говорит, давай я тебе подарки всякие подарю. Че хочешь вообще сделаю? Ну, Игорь говорит, что, ну, я же в неволе, как может быть хорошо и весело-то? Тогда он предлагает Игорю такую махинацию. Короче, Игорь уезжает, но забывает вообще навсегда про половцев и их не трогает. Ну, а Игорь, опять же, человек чести, да, упертый баран. Он говорит, что, да нет, как только ты меня отпустишь, я еще снова на вас нападу. То есть ему мало, что его всю армию разбили и его в плен взяли, нет, он еще раз на них пойдет. Ну, и тогда Кончаку ничего не остается делать. Он предложил, что, ну, хотя бы давай нас пленные повеселят. И начинается, наверное, самое известное действие в этой опере – половецкие пляски с хором. Там девушки танцуют, мальчики танцуют, поэтому поют это все и славят Хана Кончака. Дальше идет, не представляете, третье действие после второго. Невероятно. В оркестровом антракте звучит половецкий марш. Половцы возвращаются со сражения, их возглавляет Гзак, который поет о своих победах. Ведет он русских пленных. Хан Кончак поет о своих победах, в том числе в Путивле, над тем, что пленили русских, и о сожжении этого самого Путивля. Это, естественно, слышит Игорь, и это его уже начинает беспокоить, там ведь осталась Ярославль. Ну, а половцы празднуют, все напиваются, все прекрасно. И сторожи, которые должны стоять около пленных, они точно так же уже все напились, натанцевались и начали постепенно засыпать и падать. Ну, тут появляется снова этот Авлур, помним, да, это шпион половецкий, который за Игоря. Он снова предлагает Игорю бежать, и на этот раз, о чудо, Игорь соглашается, он понимает, что ну уже все, дальше некуда. Но тут есть одна маленькая загвоздочка, это Владимир. Он не хочет бежать, потому что здесь остается Кончаковна. Более того, из-за того, что они там долго кипишуют, Кончаковна тоже узнает, что они хотят бежать. И она приходит туда, и начинает грозить, что она сейчас вообще поднимет шум, чтобы все проснулись и их поймали. Но Игорю ничего не остается, как только бежать без Владимира. Он его оставляет, сам бежит, Кончаковну все равно, естественно, поднимает тревогу. Просыпаются половцы, отправляют погоню за Игорем, а Владимира хотят привязать к дереву. Но здесь ступается Кончаковна за него, и его помиловали. Хан Кончак уважительно отнесся к решению Игоря бежать. Говорит, молодец, я бы сам так сделал, вообще-то да. Но при этом решение казнить тех, кто должен был сторожить Игоря, не отменяется. Вот так вот не повезло пацанам. А Владимиром он при этом называет желанным зятем, но тут же отправляет войско на Русь. Гоша заставил меня сказать, что с биполярочкой мужик. Действие четвертое. Раннее утро, мы снова возвратились в Путиволь, тот самый первый город, русский. Ярославна стоит на городской стене. Забралась, как человек-паук, такая скалолазка. И на этой стене она поет, ах, плачу я. Просит солнце, ветер, не проверните мне мужа моего. Ну, религия нормальная, еще не срослась, да, надо ветер просить. А толпа при этом поет подлинную русскую народную песню. Ох, небуйный ветер завывал. Ярославна вдруг видит вдалеке двух всадников, и она думает, о боже, половцы, половцы, половцы. А потом такая очки надела. А, это Игорь же, это точно. И мужик с ним какой-то половецкий. Ну, это Авлур был на самом деле, который шпион тот самый. Игорь тоже вскарабкивается на эту городскую стену. Они поют любовный дуэт. Все так хорошо, так хорошо закончилось. Ничего не завоевал, но зато вернулся тоже неплохо. Ну, эти скоморохи, Скула и Ерошка, соображают, что так, они же там Игоря кинули, нехорошо как-то получилось. И им сейчас за это, наверное, влетит, раз он вернулся, заметит пробажу такую, наверное. И вот они решают, что они хотя бы сообщат о хорошей новости. Они начинают бить в колокол, созывают народ и говорят, что о, вернулся князь, князь, вернулся, князь, вернулся. А народ такой тупой, они подумали, что это про Владимира вот этого вот Гальцкого, которого все не любят. Но Скула и Ерошка их все-таки наконец-то очень долго и упорно пытались убедить в том, что это все-таки Игорь вернулся. И они такие понимают, а, это Игорь вернулся. И вот наконец до всех уже дошло, что это Игорь вернулся. Все счастливы, все довольны. Хэппи-энд. Ну и естественно за такую хорошую новость этих скоморохов прощают, им не влетает, все прекрасно. И вот на такой нотке любви заканчивается опера. Спасибо за просмотр. Как вы могли догадаться, Ютуб отключил монетизацию и мы работаем только на собственном энтузиазме. Если вам нравится то, что мы снимаем, нравятся наши ролики, их интересно смотреть, можете перейти по ссылке в описании на Бусти и оформить подписку на Анги. Нам будет приятнее и проще делать новый контент для вас, а у вас будет возможность учить вместе с нами и получать всякий инсайт-контент. Всем спасибо, до встречи.